Привет, друзья! Сегодня мы с вами делаем уксус из свеклы. Но насколько она полезна, я не буду сейчас рассказывать, занимать ваше время. Я так думаю, что мы напишем или статью, и небольшой текст мы напишем под видео. Почитайте, если кому это неизвестно, или погуглите в интернете. А сегодня я вам просто покажу технологию, потому что, как я и говорю, очень многие фрукты, ягоды, ну и в данном случае вот овощи, которые на первой стадии брожения имеют некоторые нюансы, некоторая особенность. Вот у свеклы, именно уксус из свеклы, то же самое, есть некоторые особенности, которые нужно учитывать. Буду я делать совсем немного. Я взяла литровую банку. Я буду делать из одной свеклы. Вот такая свекла, вот смотрите, видите, вот она. Это 200 граммов. То есть мне ее достаточно будет на пол-литра. Раскладка, как вы помните, примерно такая же. На литр воды можно будет от 400 до 800 граммов. Но я бы не рекомендовала класть очень много, потому что это будет свекла и так концентрированная. А если вы положите много свеклы, уксус будет очень концентрированный. Ну, я считаю, что это не совсем хорошо. Поэтому на литр можно будет положить, ну, примерно 500 граммов. То есть если я буду на пол-литр, я могла бы взять 200 или 250 граммов свеклы. Этого будет достаточно, чтобы сделать вот пол-литровую баночку. Если пол-литра жидкости и 250 граммов свеклы, то получится приблизительно две небольших бутылочки уксуса. На что я хочу его использовать? Этот уксус можно использовать на полоскание горла. Это самое первое, потому что он имеет антибактериальные свойства. Можно его использовать для каких-то салатов. И самое важное, его можно использовать для приготовления винегрета. Скоро будет сезон, мы будем делать очень много винегретов, всевозможных овощей. И вот именно в винегрет такой уксус будет очень хорошо добавлять. Еще куда можно добавлять именно этот уксус? Когда вы варите борщ, именно борщ. Он же варится со свеклой. При приготовлении борща, когда в зажарку вы кладете свеклу, так вот, чтобы она не потеряла цвет в борще, ее обычно сбрызгивают уксусом. И зачем пользоваться белым уксусом магазинным, когда вы можете использовать именно уксус свой домашний и своей свеклы. Я сейчас ее потру. Ее нужно будет измельчить. Измельчить вы можете ее любым способом. Вы можете потереть ее на терке, вы можете ее порезать очень мелко. Но я так думаю, что все-таки резать не рекомендую, и потом объясню почему. Ну вот на терке я ее сейчас переработаю на комбайне, то есть мне нужно будет ее измельчить. Сейчас я измельчу, и мы продолжим. Я измельчила свеклу. Я немножко добавила сюда, потому что я отсюда заберу и буду делать еще какое-то блюдо со свеклой добавления. И так она измельченная на комбайне. Вот эту свеклу мне нужно будет положить в банку. И я, конечно, как всегда говорю, надо померить сахаристость. Я выкладывала файл с сахаристостью. Там были фрукты, ягоды, и в этом списке, конечно, была свекла, потому что я знаю, что из нее я тоже делаю уксус и вам рекомендую. Так вот, средняя сахаристость свеклы приблизительно 10%. Если вы попробуете свеклу, и вот она вам покажется такой вкусной и сладкой, значит, там чуть больше 10% нам это подходит. Если вы попробуете, и она вам покажется недостаточно сладкой, тогда вам придется на долю свеклы добавить еще сахара, хотя бы столовую ложку. В этой свекле я померила, у меня 14% сахаристости. Это очень хорошая сахаристость. То есть, если я сделала бы из нее чистый свеклы уксус, тогда он получился бы почти 7%. Ну, я буду делать также на 5% уксуса. И здесь не так уж много сока его, на пол-литра, ну, это будет чуть-чуть повысить. То есть, не 5, но чуть-чуть будет выше. Меня это устроит. Вот сейчас я это сложу все в банку, добавлю сахар. И, как всегда, я говорю, ребят, сейчас холодно, пожалуйста, наливайте очень-очень теплую воду, чтобы это не охлаждалось, не нагревалось потом еще дополнительно, чтобы начать брожение, а сразу начинало бродить. Вот сейчас я сложу и расскажу о тех нюансах, которые касаются именно свеклы. Я положила сюда свеклу, налила теплую воду, прямо она вот теплая, положила сахар. Сейчас я размешаю. И, казалось бы, я же объясняю, что в других уксусах все уже можно поставить ее, закрыть ее тряпочкой, вот сюда, салфеточкой, резиночку. Но дело в том, что, вот какие особенности именно этого уксуса? Дело в том, что у свеклы своей кислотности очень мало. И поэтому, скорее всего, она сейчас начнет бродить и, может быть, даже пропадет. То есть не всегда получается уксус. Он может испортиться, потому что кислотности не хватает. Так вот, эту кислотность мы должны с вами добавить. Что является кислотностью? Ну, в принципе, любой домашний уксус. Вот я поставила один домашний уксус, светлый. Вот я поставила второй домашний уксус, более темный. Любой уксус вы можете добавить. Что еще можно добавить? Можно сюда положить... Вот у меня я сушила, показывала, как я сушу уксусные матки. Это вот яблочная, сухую яблочную уксусную матку. Можно туда положить, прямо сверху. Но все равно можно добавить еще уксуса. Что еще можно добавить? Если вы делаете... Ну, вот я делаю, например, капусту по-гурийски. И там как раз идет свекла. То есть капуста и свекла. Я этот рецепт сделаю, скоро выложу. И тогда вот этот рассол, после того, как это перебродит, потому что это же начнет кваситься, вот тот рассол можно тоже добавить. Еще в Турции делают такой напиток, как он называется шалган сую. Это как раз вот свекла. Ну, в разных регионах разный рецепт. Ну, в основном это свекла, черная морковка, которой у нас вообще нет. Ну, там иногда кладется редька. И вот это получается такой газированный, прекрасный, ну, как квас. Его делают острым, делают не очень острым. Вот если у вас есть салган сую, вы делаете точно так же, его можно будет добавить. Можно добавить кусочек чайного гриба или даже закваску с чайного гриба. Сколько нужно? Приблизительно, ну, около 10%. Если здесь пол-литра, значит, 50 миллилитров мы можем добавить. Чем крепче у вас уксус, тем меньше вы можете добавить. Ну, я вот добавлю вот этот уксус, это винный уксус. Ну, сколько? Грамм 30. Вот я добавлю 30 граммов приблизительно. Это поможет как раз сейчас начать брожение и не пропадет. То есть я добавила кислоту. Теперь нам осталось закрыть и поставить в теплое место. Также он будет готовиться приблизительно месяц. Через месяц вы можете убрать жмых. Я вначале сказала, что, ну, нежелательно резать, вот, а лучше натереть. Дело в том, что когда он проиграет, вот, то есть он сначала поднимется, вся эта мезга сюда, потом она осядет. И когда вы будете это отжимать, то перетертую свеклу, то есть вот такую переработанную, выжать будет намного проще. Если вы режете кусочками, даже мелкими, очень плохо отжимается. То есть из большого кусочка вряд ли отожмется сок. Все, видите, у меня это будет две бутылочки прекрасного уксуса. Мне этого будет достаточно. Мне хватит на всю зиму, на винегреты, на борщи. Рекомендую сделать такой уксус. Он очень действительно полезный. Я постараюсь, чтобы мы написали эту статью. Скорее всего, она будет на сайте, потому что у меня есть сайт. Но пока он еще не совсем в рабочем состоянии. И тем не менее, я постараюсь написать статью про полезность этого уксуса. Делайте, пользуйтесь. Всего доброго. До новых встреч.